Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Ревышева. Иллюзия электронного декларирования. Сегодня ровно в полночь запустили систему электронной подачи декларации для чиновников. Я напомню, именно она является одним из обязательных условий для безвизового режима. Что стало причиной скандала вокруг этого старта? Почему госпецсвязь отказала в аттестации системы? И к чему это может привести? Разбиралась Елена Механик. Украинское ноу-хау, электронное декларирование, как и обещали, стартовало сегодня, в полночь. Самое время возрадоваться, ура, заработало и начать ловить коррупционеров. Но не тут-то было. Накануне запуска госпецсвязь новую систему проверила и не благословила. Сертификат не дала. Мол, к работе не готова. А без сертификата любая электронная декларация просто фельдкина грамота, только виртуальная. Пока система не защищена, данные с базы не есть свидетельствами в суде. То есть система не выполняет ключевую свою функцию. Она не является элементом борьбы с коррупцией. Европа хоть искренне и порадовалась старту нововведения, но корректно напомнила. Сертификат по техбезопасности для электронных деклараций в этом деле главное. О чем в своем твиттере написал руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер. Позже появилась более резкая реакция. Представительство ЕС в Украине заявляют разочарованы и обеспокоены неполным запуском системы. Нет сертификата, нет и уголовной ответственности за вранье при декларировании. А значит и смысла во всей этой виртуальной охоте за реальными коррупционерами. В Национальном агентстве по противодействию коррупции, где будут отслеживать, сколько же высокопоставленные чиновники зарабатывают и тратят, винят во всем разработчиков программы. Те не согласны. Я же не должна, как глава органа, бегать за эмирандой и просить, усуньте недолики. Замечаний к работе системы, функционирования системы, функционирования информационного комплекса нет ни к безопасности, ни к качеству, ни к скорости, ни к защищенности. Вопрос идет в том, исключительно в каком порядке положить эти документы для того, чтобы наша бюрократическая машина наконец-то это дело разрешила. Разобраться с неразберихой в электронном декларировании потребовал премьер. По отмашке Владимира Гройсмана, нацагентство по вопросам госслужбы начало служебную проверку. Ищет виновных в срыве сроков запуска системы. Ну а с тех министров, нардепов, чиновников, которые сейчас заполнят декларации до сертификации, взятки гладки. Даже если их не скромные расходы, не счита скромным доходом. И будут они себе преспокойно жить дальше. Ведь всего один раз в год декларации подают. Елена Механика, Елена Витясова. Подробности телеканал Интер. Суд продолжает рассматривать дело бриллиантовых прокуроров. Добрашивают свидетелей со стороны обвинения. Как проходило это заседание и кто сегодня присутствовал в зале суда, расскажет Екатерина Доброгорская. Начало судебного заседания в зале представитель НАБУ. Просит суд разъяснить, почему обязанность охранять одного из подсудимых экс-прокуроров Александра Корнейца переложили с СБУ на их ведомство. Напомню, такое решение Голосеевский райсуд вынес по обращению председателя СБУ Василия Грицака 3 августа. Адвокаты против того, чтобы давать такие разъяснения. Суд уходит совещаться. В перерыве от комментариев представитель НАБУ отказывается. Выбойте, будь ласком, но не может за мной. Мне практически просто разъяснить правовые вопросы, оценочные. Суд разъясняет только, по сути, если решение какое-то не совсем понятно для его исполнения, тогда есть. А в данном случае все понятно, то есть суд изменил орган. После совещания ходатайства НАБУ судей не удовлетворили. Мол, решение и так понятное, не требует дополнительных разъяснений. И перешли к допросу свидетелей. По словам прокурора, с их стороны уже допросили треть свидетелей. Всего их 60. Сегодня опрашивали троих. Все они, обвиняемых Корнеца и Шапакина, не узнали. Да и говорят, никогда раньше с ними не встречались. А вот по словам подозреваемого Корнеца, доказательств его и Шапакина вины нет и быть не может. Эти свидетели, как и все другие, ничего относительно отримания меня иначе, например, выгоды, вам не скажут. И суду не скажут, сколько такого факта не было. Следующее заседание состоится 23 августа. Запланирован допрос еще пятерых свидетелей от обвинения. Напомню, Александра Корнеца и Владимира Шапакина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – более трех миллионов гривен. При обысках в кабинетах экс-прокуроров изъяли около полумиллиона долларов ценные бумаги и драгоценности. А у Корнеца дома нашли еще и 35 пакетов с бриллиантами. После чего в народе дело прокуроров стали называть бриллиантовым. Екатерина Доброгорская, Максим Чеблин, подробности телеканал Интер. Бывшего руководителя банка Киевской Руси объявили в международный розыск. Его обвиняют в хищении 44 миллионов долларов. Также СБУ установило, что чиновник за бесценок продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые находились в залоге у Киевской Руси. Сделку эту он провел за день до введения в банки временной администрации. По материалам СБУ суд принял решение о наложении ареста на все имущество подозреваемого. Битва престолов. Продолжается противостояние НАБУ и ГПУ. Я напомню, инцидент произошел 12 августа в центре столицы. Тогда сотрудники этих ведомств сошлись в рукопашной. А сегодня эту драку прокомментировал глава бюро Артем Сытник. Так что это межведомственная война или что-то другое? Разбиралась Павлина Василенко. Суббота. Киев. Центр столицы. Сотрудники ГПУ замечают за собой слежку из окна дома на улице Петлюры. Вламываются в квартиру, находят там представителей НАБУ, которые работали под прикрытием. Генпрокуратура считает, НАБУ следит за ними. В итоге два сотрудника бюро заблокированы в подъезде дома. А еще двоих прокуроры забрали с собой. Департамент особо важных дел в сфере экономики. По словам Артема Сытника, его подчиненных в застенках ГПУ допрашивали с пристрастием и даже бросали в подвал. При этом отметил, четверого коллег вели слежку вполне законно. Пленников из генпрокуратуры освободили в час ночи, уже в воскресенье. По словам Сытника, на то был личный приказ генпрокурора Юрия Луценко. Впрочем, людей отпустили, а вещи и документы до сих пор так и не вернули, говорит глава НАБУ. После освобождения их снова допросили, но уже свои. Видео допроса двоих сотрудников НАБУ опубликовалось сегодня. На основании их показаний в бюро возбудили уголовное дело против ГПУ. Я не упирался, ничего, я просто упал. На тот момент он сказал, ты мне все расскажешь, я тебе все вынесу на улицу, а сейчас тебя будет живую шкуру снимать. Уголовное дело по факту субботнего происшествия возбудили и в ГПУ. Прокуроры говорят, у них тоже есть пострадавшие. Вы видите, каждый другой то хромает, то побитый. У меня сейчас болит нога, ну вот тут. И на лице мне говорят, я себя в зеркало не вижу, но говорят, что на лице так же. Сколько Андрей Калужинский нанес меню пару ударил. Есть подозра, что они проработали негласно, только реализовывая свой акт помсты в ответ на проведение следственных действий моим заступникам. Это не первый инцидент между двумя ведомствами. 5 августа следственно-оперативная группа Генпрокуратуры приехала обыскивать Национальное антикоррупционное бюро. Основанием стало расследование о незаконном прослушивании сотрудниками НАБУ телефонных разговоров в деле сахарного прокурора Александра Колесника. Тогда Юрий Луценко назвал обыск НАБУ обычной практикой, а не войной. Это не точно не есть между ведомствами и войной. Я никогда этого не допущу. Извините, что перед тем, как прийти с обширком, я зателефоновал керевнику Национального антикоррупционного бюро, пану Сытнику, потому что считаю его коллегой по протидеи злочинности и порушению законов. То, что это не война, утверждает сегодня и Сытник. Говорит, инцидент не повлияет на сотрудничество структур и их глав. Но к департаменту ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики у НАБУ особое внимание. Никакой войны между ГПУ и Национальным антикоррупционным бюро, а также особо между мной и ГПУ Луценко Юрия Таревичем, нет. Однако, они имеют место действия по защиту приватных интересов отдельных руководителей и руководителей Департамента ГПУ за расследование особо важных дел в сфере экономики. Мотивы простые. В Национальном антикоррупционном бюро расследуется ряд проважений за заявами про злочины, которые, возможно, скуренны работниками этого департамента, в том числе и насильственные злочины. Советоваться, как расследовать заведенные уголовные дела, главы НАБУ и ГПУ планируют послезавтра, когда генпрокурор вернется из командировки. Пока же никто не задержан, ведутся следственные действия. Павлина Василенко, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. Руководитель НАБУ сегодня также прокомментировал возможную экстрадицию депутата Александра Онищенко. По его словам, Британия довольно лояльна к Украине и, в частности, к НАБУ, в создании которого она вложила много сил и средств, а значит, шанс на выдачу все же есть, так считает Сытник. А вот на что он рассчитывает, если Онищенко все-таки не удастся вернуть в Украину? По этой справе очень много арестованной войны. И денег, и рухома, и нерухома война. Если даже пропустить, что не закончится ничем повернением, хотя мы будем до последнего вживать заходы, чтобы повернуть и запустить процесс экстрадиции, есть возможность повернуть в бюджет деньги, и это, кажется, важное задание, сколько вы сами знаете про дефицит государственного бюджета. Объявит ли Онищенко в международный розыск, решает сейчас в Интерполе. Директор департамента по коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил о том, что прямо сейчас там изучают документы, которые предоставило украинское отделение. Тем временем сам Онищенко остается в Лондоне. Просить о политическом убежище у Великобритании он пока не собирается. У него есть вид на жительство в этой стране. Уверяет также, что от следствия он не прячется. Отправил все свои контакты и в антикоррупционное бюро, и в антикоррупционную прокуратуру, но до сих пор с ним никто не связывался. Депутат настаивает, что дело его политически мотивировано, и собирается отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. Напомню, Онищенко обвиняют в незаконном присвоении средств государственной компании «Укргаздобыча» и нанесении государству ущерб на сумму 3 миллиарда гривен. На сегодняшний день я могу выезжать, у меня нет проблем с передвижением, так как я еще не нахожусь в международном розыске, и Международный Интерпол не дал заключение, подавать меня в розыск или нет. Я думаю, у наших правоохранительных органов недостаточно аргументов и доказательств в том, что я виноват в этом деле. Я пока не думал вообще о политическом убежище, но у меня есть вид на жительство здесь. Если придут бумаги на экстрадицию, если будет судебное разбирательство, если будет чувство политическое давление, только после этого я буду подавать. НАБУ просит главу «Нафтогаза» Андрея Коболева объяснить покупку бронированного «Мерседеса» стоимостью более 5 миллионов гривен. Согласно запросу, в течение трех дней покупку этой дорогой машины должны обосновать. В «Нафтогазе» ранее уже объясняли, что автомобиль просто необходим для того, чтобы защитить Коболева накануне судебных слушаний в Стокгольме по спору с российским «Газпромом». Госслужащие с уголовным прошлым. Общественные активисты заявляют, что на счету у новоизбранного директора одного из департаментов Минюста якобы три уголовных производства. Так ли это и что говорят в самом министерстве? Разбирались наши корреспонденты. Директор одного из департаментов Минюста «Человек с нечистым прошлым», утверждают общественники. По их словам, у победителя конкурса на руководящую должность в министерстве, начальника управления уголовно-исполнительной службы Олега Гуназы, за плечами якобы три уголовных дела. Два за контрафакт и одно за злоупотребление служебными полномочиями. Правда, в делах фамилия чиновника не фигурирует, только фирмы, к которым он якобы причастен. В липні в Министерстве обороны проводила прес-конференцию, и там было заявлено про, скажем, недоброякісные продукты, которые были найдены фаховцами Минобороны, и эти продукты поставила такая Геосгрупа, ну, яку, скажем так, журналістское средовище повязывают с паном Кауфманом. Пан Гуназа, выявляється, був, скажімо, помічений в тих проектах, якими опікується оця Геосгруп. Це, зокрема, проекты, які пов'язані з переведенням на аутсорзинг тюрем. Связаться з Минюстом і розпросити, яким образом Гуназа прошел конкурс на руководячую должність, активістам не удалось. Після провели акцію у входа в ведомство. Требували лишити його должності. Більше того, він не тільки був допущений в наш, так би мовити, реформаторський час до конкурсу, він ще й переміг в цьому конкурсі. Людина з цими ухвалами йде на конкурс на здобуття відповідальної посади, яка пов'язана з ресурсами, з грошима. Но юристы утверждають, пока суд не вынесет обвинительный переговор, уголовные дела – не помеха для работы в госучреждении. Наличие каких бы то ни было уголовних производств в отношении какого-то чека никаким образом не дискриминирует его по отношению к другим. Исключением является только ситуация, когда уже человек, против него уже существует обвинительный приговор, он уже привлечен к уголовной ответственности, имеет судимость непогашенную. Вот тогда это будет основание для того, чтобы такого человека не брать на государственную службу. В Минюсте на наш письменный запрос сегодня не ответили. Активисты заявили, это дело они так просто не оставят, и это только начало их борьбы с подобными чиновниками. Уже в ближайшее время собираются провести пресс-конференцию, куда также пригласят представителей Минюста. Ольга Теребинска, Олег Неведомский. Подробности – телеканал «Интер». Содержание под стражей или залог почти в 14 миллионов гривен. Такую меру пресечения избрал суд для бывшего зампредседателя Днепропетровского облсовета. В прокуратуре подозревают, что он нанес государству ущерб на 15 миллионов гривен. Имя чиновника в правоохранительных органах не называют, но в сети появилась информация, что речь идет о Викторе Науменко. Как установили следователи, в 2001 году этот чиновник заключил с частной компанией договор аренды комплекса здания коммунального предприятия. При этом ставку аренды снизил вдвое. Известно также, что один из основателей этой фирмы – дочь гражданской жены этого чиновника. Оредные ставки, вартости, майна, он застосовывал 5%. Наследок чего, до бюджета не надошло 15 миллионов гривен. Эта статья предпочитает избавление воли с троком до 12 лет. На сегодняшний день застава пока что не внесла. Нашли виновных спустя почти два месяца после пожара на Грибовицкой свалке. Прокуратура назвала возможных виновников этой трагедии. Подозрения объявили руководству коммунального предприятия, который обслуживает полигон. В частности, директору компании, его заму и начальнику полигона. Всем им вменяют служебную халатность и нарушение правил экологической безопасности, что повлекло за собой гибель людей. Уже завтра суд должен избрать меру пресечения. Гособвинители настаивают на взятии под стражу. Также в прокуратуре сообщают, что список подозреваемых не окончательный. Сейчас они допрашивают служащих горсовета, в том числе и львовского мэра. Андрей Садовова. В предоставленных кутах ухилу полигона 18 градусов, в соответствующих нормативных требованиях, в отдельных местах, в частности Сува, такой кут ухилу укоса полигона становился более 60 градусов. Очень стримкий. И кроме того, тело самого полигона не было належно протрамбовано, ущельнено переизолеваемый материал, что изумовило возможность с Сува укоса полигона. Напомню, трагедия на Грибовицкой свалке произошла 30 мая. Под тоннами мусора погибли трое спасателей и сотрудник коммунального предприятия. Тело последнего так и не нашли. Новые задержания по делу так называемых украинских диверсантов. Пока официальные российские силовые ведомства молчат, местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают новые подробности. Какие мы узнаем у Юлии Крючковой. Она находится сейчас в Крыму и с нами на прямой связи. Юлия, здравствуй. Кого еще задержали? Какую информацию озвучивают? Добрый вечер, Наталья. Сегодня стало известно, что задержанных за подготовку диверсии в Крыму уже 9 человек. Двоих так называемых украинских диверсантов сообщил Интерфакс со ссылкой на собственные источники. В правоохранительных структурах России. По информации агентства, эти два человека являются жителями полуострова и совсем недавно получили российское гражданство. В ближайшие сутки и могут предъявить обвинения по статьям, в том числе связанным с организацией теракта и пособничеством террористической деятельности. Еще около 10 человек, по данным Интерфакса, проходят по делу в качестве свидетелей. Пока следователи изучают, какую роль они играли в событиях на админгранице Крыма, но не исключено, что после их статус может измениться и они станут подозреваемыми. Напомню, 10 августа ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных украинской разведкой. Мол, в ночь на 7-е, а потом и на 8-е августа российские спецслужбы предотвратили несколько попыток прорыва на полуостров диверсионно-террористических групп. ФСБ также считалось о раскрытии целой агентурной сети. До сих пор было известно лишь о трех задержанных. Это Евгений Панов, Андрей Захтей и Редван Сулейманов. Панову и Захтею меру пресечения уже избрали. Первый будет под стражей 2 месяца, второй 1 месяц и 26 дней. Власти Украины отрицают обвинения и называют произошедшее провокацией. И сейчас украинские правозащитники проверяют информацию о новых задержанных, так называемых диверсантах, а также пытаются выяснить, допускают ли крайне задержанным адвокатам. Наталья. Спасибо, Юлия. Юлия Кричкова об очередных задержаниях так называемых украинских диверсантов в Крыму. Обострение ситуации в Крыму и последние заявления Владимира Путина о бессмысленности нормандского формата. Эти темы планирует обсудить в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко в телефонном режиме со своим французским коллегой Франсуа Аландом и немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщила вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе. Она выразила надежду, что в ходе этих переговоров участники договорятся о недопустимости выхода из нормандского формата, а также озвучат решительные заявления о размещении независимых наблюдателей в Крыму. Тем временем главный немецкий дипломат сегодня в России. Он провел переговоры со своим российским коллегой. Какие темы они затронули и что заявили о ситуации в аннексированном Крыму, мы узнаем у Данила Русакова. Основных тем две, Украина и Сирия. Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Екатеринбурге. На итоговой пресс-конференции, которая продолжалась около получаса, одним из первых обсуждался вопрос о ситуации в Крыму. Руководитель немецкого МИДа очень дипломатично предостерег, эскалация конфликта недопустима. В последние дни наблюдается обострение ситуации в Крыму, и это вызывает беспокойство. Что касается происходящего, еще нет полной ясности. Мы ждем результатов расследования. Позиции официальной Москвы прежние. Арестованных на аннексированном полуострове людей здесь считают засланными диверсантами. Сергей Лавров также призвал немецких дипломатов смотреть российское телевидение. По его мнению, есть некие неопровержимые доказательства того, что украинская разведка планировала диверсию в Крыму. И Москва даже готова предоставить их Западу. Правда, не уточнил, когда именно. Вы сказали, что вам не знаете ничего, кроме того, что показывает российская сторона. Но мы действительно показываем. Все это транслируется по нашему телевидению. Я сегодня упоминал об этом Франку Вальтеру. Уверен, что господин посол Германии в Российской Федерации, которая здесь присутствует, и его сотрудники смотрят эти материалы. Напомню, в Киеве произошедшие события называют спланированной провокацией. В Минобороны Украины накануне заявили, что в составе главного управления разведки никогда не было даже подразделения, в котором якобы служили задержанные в Крыму лица. А ОБСЕ призвала Москву не препятствовать допуску наблюдателей на территорию полуострова. Штанмайер упомянул и ситуацию на Донбассе. Он заявил, что несмотря на обострение в Крыму, минские договоренности должны оставаться ориентиром для урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Что касается Сирии, то представитель ФРГ выразил удивление очередным военным вмешательствам Москвы. Накануне появилась информация, что авиация России снова нанесла удары по неконтролируемой Ассадом территории. Ранее сообщалось также о крушении двух вертолетов, сбитых вооруженными формированиями с земли. Все это произошло уже после того, как военная операция была официально завершена. На слова Штанмайера в фейсбуке позже отреагировала официальный представитель российского МИДа Захарова. Она считает, что Москва давно призывала сохранить взаимодействие, цитирую, «по военной линии», конец цитаты. Речь, по всей видимости, шла о ситуации в арабском государстве. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала «Интер». Московские улицы превращаются в реки. 200 человек эвакуированы из подтопленных легковых автомобилей. Таковы последствия почти двухдневного ливня, который, по данным метеорологов, будет продолжаться вплоть до пятницы. На севере российской столицы разгул стихий достиг катастрофических масштабов. Из берегов вышла река Яуза. Из зоны бедствия местных жителей в эти минуты продолжают вывозить сотрудники МЧС. Тысячи людей пострадали в результате беспрецедентного наводнения на юге США. Барак Обама ввел режим чрезвычайной ситуации. Вот драматические кадры из затопленной Луизианы. Американские пограничники распространили свежее видео о том, как их вертолет зависает над домами полностью залитыми водой и эвакуирует людей, спасавшихся от стихии на крышах. Полностью затопленные автобаны, машины, которые теперь уже не восстановить. Вода немного отступила, и пожилых людей, которые не в состоянии передвигаться самостоятельно, спасатели вывозят на лодках. Пять человек сейчас в списке погибших, есть также пропавшие без вести. Уже более 20 тысяч человек эвакуированы. Сотни домашних животных тоже спасены. И мы очень благодарны людям, которые прислушались к призывам покинуть свои дома. Это сейчас самое правильное, что можно сделать. Горячая линия. Почему мобильные телефоны американских сенаторов сейчас разрываются от звонков фанатов Трампа? И откуда у них номера первых лиц страны? Дмитрий Анопченко следит за странностями американской избирательной кампании. Он в Вашингтоне. Берегите близких, не позволяйте Вашим детям и родственникам подходить к Вашему мобильному телефону. Пожалуй, никогда еще лидеру демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси не приходилось отправлять коллегам-конгрессменам вот такие странные и необычные сообщения. И все из-за хакеров. Когда в конце прошлой недели произошел очередной слив, и в интернете опубликовали список личных номеров первых политиков страны из числа демократов, в штабе Хиллари восприняли это как досадную мелочь, не более. Кто бы знал, как они ошибались. Что вчера, что сегодня. Телефоны политиков просто разрываются. Пелоси вынуждена была заявить. Сторонники Трампа звонят и ей, и другим конгрессменам. Орут, матерятся, оставляют голосовые сообщения, шлют сотни смс. Причем настолько грубых, что даже пришлось официально предупредить коллег. Мол, держите удар лично. Здесь, в конгрессе, мнение официально пояснили. Телефоны-то служебные. А значит, конгрессмены, несмотря на все происходящее, несмотря на шквал звонков, не могут их отключить. Ну и поменять номера тоже. Целая бюрократическая процедура. Даже до конца сегодняшнего дня не справятся. Вот сторонники Трампа и забавляются. А еще у них новая мода. Ставить у домов букву Ти. Вроде бы и не агитация, за которую нужно платить отдельно просто часть декора. Но всем все понятно. За кого, а главное, против кого, живущие здесь. Сам Трамп тоже на каждом митинге четко озвучивает, против кого он. Выступая в Коннектикоте, политик еще раз подтвердил, что именно Обаму и Клинтон считают создателями ИГИЛ. Хотя до этого, видя какой резонанс, вызывают такие слова и пытался от них отказаться. Мол, это был просто сарказм. Ну и на фоне таких резких, бескомпромиссных заявлений Дональда Трампа, американцев откровенно посмешила история, опубликованная в свежем номере газеты The Hill. Журналисты раскопали, что не так давно, во время свадьбы Челси Клинтон, дочери Хиллари, Дональд Трамп пытался попасть на празднование без приглашения. И не просто звонил помощникам Билла, чтобы выведать, где будет проходить церемония, но и попробовал пригласить самого себя. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И еще одна резонансная хакерская атака. Тысячи документов всемирно известного благотворительного фонда Джорджа Сороса слиты в сеть. Украина упоминается в них более 370 раз. В этих документах публикован полный список организаций, находящихся под контролем фонда. В частности, украинские журналисты и медиа, получавшие деньги за освещение событий в Крыму и на востоке Украины. В год на них выделяли более полумиллиона долларов. Кроме этого, фонд предлагал выделить 100 тысяч долларов на проект налоговой реформы и почти миллион долларов для поддержки реформы децентрализации, агросектора и конституционной реформы. Опубликованы также стенограммы встреч представителей фонда «Возрождение», который возглавляла Виктория Сюмар, с послом США-паэта. А также материалы о планирующейся встрече Сороса с лидером «Свободы» Олегом Тягнебоком. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. От заката до рассвета. Как в Черновцах отпраздновали день рождения со стрельбой и полицейскими. Вернись, я все прощу. Как регионы справляются с массовыми увольнениями младшего медперсонала. Погоня со стрельбой в Черновцах. Прошлой ночью полицейские преследовали вооруженного мужчину. Чем он заинтересовал патрульных и удалось ли задержать этого беглеца, расскажет Ольга Поломарек. 11 вечера, частный сектор Черновцов. В местном баре празднуют день рождения владельца. Гости выпили и начали выяснять отношения. Дошло до драки. На разборке приехала полиция. Конфликт начал загустиваться. Далее, работниками патрульной полиции была получена информация, что у водителя транспортного засоба, который подъехал с начала, в салоне, находилась огнепальная оружие. Пока полицейские составляли протокол, один из гостей подкрался к автомобилю, достал оружие и скрылся. Патрульные бросились вдогонку, стреляя при этом в воздух. По-моему, шесть выстрелов, что-то такое. Они стреляли в воздух, насколько очевидцы говорят, что стреляли в воздух, а потом уже стреляли в сторону человека. Поймали беглеца на соседней улице, в нескольких сотнях метров от бара. Но оружия при нем уже не было. Не нашли его и полицейские. Местные жители напуганы. Если броню не нашли, значит, кто-то может и друг друга найти. И дай бог, чтобы не диты. О хулигане-беглеце в полиции рассказали немного. Ему 39 лет, в ту ночь был под воздействием наркотиков. Сейчас его и остальных участников драки допрашивают. А вот в магазине, который расположен в одном помещении с баром, уверяют, никаких пьянок прошлой ночью здесь не было. Сбираются, но до 10-го, пока работаем в магазине. После 10-го все располагаются по домам. А это я не знаю, что будет. Без понятия. Сейчас оружие ищут оперативники. На улице, где оно может быть, дежурят патрульные. Впрочем, местные жители сомневаются, что его найдут. Не на камеру, говорят. В потасовке участвовали непростые люди, которым зачастую все сходит с рук. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Тендерная мафия, окутавшая закупку лекарств, побеждена, так утверждают в Минздраве. Благодаря внедрению механизма закупки препаратов через международные организации, в этом году удалось сэкономить почти 800 миллионов средств. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супру. Что касается препаратов и вакцин, которые закупали в прошлом году, то все они на складах Минздрава. По регионам уже развезли препараты от редких заболеваний, тесты для диагностики СПИДа, лекарства от детской гемофилии и гепатита. Но еще есть проблема с доставкой лекарств для онкобольных детей, признают в ведомстве. Есть требования, что это должно за 10 дней зайти в регионы. Мы сейчас работаем над тем, что за последние 2 недели 20-30% пришло на местах, мы доставляем на местах и они дальше распределяют. И если есть проблема, что оно есть в области, а еще не пришло к лекарству, нужно вернуться к областному департаменту. На грани выживания в Запорожье медперсонал массово увольняется из больницы за крайне низких зарплат. Пока речь идет о медсестрах и санитарках. Но об увольнении задумываются и врачи. Есть ли выход из этой ситуации, разбирался Сергей Бордюжа. Как я считаю, сколько сказать? Много. 10 тысяч. О таких зарплатах медсестры больницы экстренной и скорой помощи в Запорожье только мечтают. Ведь получают они чуть больше тысячи гривен в месяц. Государство посчитало нужным заплатить такие деньги, значит, работают только крепкие. Из-за таких зарплат нянечки и медсестры все чаще стали увольняться из больницы, говорят здесь. Только за полгода ушли больше сотни сотрудников. А это именно те, кто зачастую приходят на помощь раньше врачей. Она находится 24 часа на ногах возле больного. Она может его и переложить, и положить, и поднять, и приподнять, и обслужить, и оказать ему помощь. Главврач оценивает ситуацию как критическую. Говорит, выжить на 1300-1800 гривен в месяц невозможно. Идет сокращение коечного фонда. Если сегодня еще врач, медсестра, санитарка, она может работать на полторы ставки, то завтра она не сможет работать. Она окажется на той голой ставке, то с ноября, декабря месяца в больницах некому будет работать. А вот в Днепре врачам и медсестрам поликлиник с начала года дважды повышали зарплаты. В апреле депутаты на сессии горсовета утвердили ежемесячную надбавку. 40% от оклада. И вот сейчас добавили еще 10%. Средняя зарплата у врачей была 4200 гривен примерно. То теперь она будет составлять и составляет уже 4400. Немножко больше даже. Что касается медсестры, то в размере средняя зарплата была 300, а сейчас 3300. Это не в ущерб работниках других сфер. Это финансируется из доходов бюджета. Запорожские медики надеются, что им тоже повезет. И чиновники найдут деньги в местном бюджете на надбавки. Уже в этом году принята комплексная программа, в которой мы сделали надбавки семейным врачам и медсестрам первички. Повышение обещают и остальным категориям медиков. Правда уверены, в первую очередь это должны сделать в профильном министерстве. Тем временем квалифицированный медперсонал все чаще ищет работу в частных клиниках. А кто-то даже за рубежом. Сергей Бордюжин, Наталья Грещенко, Игорь Воробей, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Напряженная обстановка на Мариупольском направлении. Недалеко от гранитного боевики накрыли огнем село Новоселовку. Во время обстрела двое наших военных получили тяжелые осколочные ранения. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Не менее 25 крупнокалиберных вражеских снарядов прилетели в Новоселовку. Местная молочная ферма все еще в дыму. Управляющая хозяйством еще со вчерашнего дня потеряла сон и покой. Сначала прятала семью, затем спасала ферму. Здесь вот два, два тут четыре, пять и шестой на верхнем сарае на улице. Ночные сторожа уже обошли территорию. Зашли помещение смотреть за животными и начался обстрел. Такого здесь не было с февраля 15-го года. Село считалось тылом. Пусть и не глубоким, до передовой 7 километров. После ночного обстрела боевиков местные жители в ужасе. Просто чудом никто не пострадал. Виталий с тремя детьми успел спрятаться в подвале. Схватили документы, вещи, что смотри, туда сразу в подвал. И все, пересидели. Потом после всего подождали минут 30-40. Один из вражеских снарядов разорвался прямо в огороде Виталия. Наблюдатели ОБСЕ по воронке установили направление прилета. Били с северо-востока. Правда в комментариях они как всегда немногословны. А откуда направление по вашему дому? Все комментарии к нашей присутствии, пожалуйста. Миссию сопровождают украинские военные. Среди них и пресс-офицер одного из батальонов. Хотя ему сегодня не до конвоя. Наши бойцы за наказом командира в момент обстрела были смущены эвакуировать боевую технику. В первую очередь это бензовозы. И в тот момент, когда они вышли из укрытия и бегали до машины, двух из них накрыло осколками от снаряда. Они в достаточно тяжелом состоянии сейчас. И военные, и местные жители рассказывают, перед обстрелом боевиков над поселком кружил вражеский беспилотник. Скорее всего, с его помощью враги и корректировали огонь своей артиллерии. Эта дорога на позиции, откуда и засекли вражеские САУ. Они в 7 километрах от Новоселовки. Бойцы говорят, боевики вывели технику в поле прямо у них на глазах и открыли огонь. Стояли за посадкой и били. Минимум было два расчета. Это минимум. Били в течение минут 50. Все это время наши бойцы, только сцепив зубы, наблюдали. Ответить противнику на позициях нечем. У ребят в окопах только легкое стрелковое оружие. Станислав Кухачук, Владимир Дедов, Игорь Щепет. Донецкая область. Подробности телеканал Интер. Стрельба и поножовщина в Кельне. Один человек получил ранение в результате ссоры с применением оружия в баре этого города. Сейчас полиция разыскивает участников конфликта. Есть пострадавшие и в немецком Касселе. Там горел приют для беженцев. Что это было? Поджог или неосторожное обращение с огнем? Разбиралась Татьяна Лагунова. Приют для беженцев, где произошел пожар, это территория уже не действующего аэропорта в Касселе. В его помещениях власти города разместили более 800 человек. Очевидцы рассказывают, что загорелся один из павильонов и огонь быстро перекинулся на соседнее здание. Известно, что пострадало 16 человек. Они отравились дымом. Большинству помощь оказали на месте. Троих доставили в больницы. Что стало причиной возгорания, пока точно неизвестно. Но в полиции говорят, версия преднамеренного поджога маловероятна. По нашей информации, что-то загорелось внутри одного из контейнеров. Кроме того, на территорию приюта не могут зайти чужие. На входе стоит охрана. Толерантность в отношении беженцев, в частности, и миграционная политика в целом, по-прежнему главная тема политических дискуссий. Сегодня в Берлине стартовал новый политический сезон. Из отпуска вышла Ангела Меркель. В сентябре сразу в нескольких немецких землях состоятся местные выборы, которые называют генеральной репетицией парламентских. И канцлер, по сути, уже сейчас начинает борьбу за голоса избирателей. И миграционная политика – одна из главных тем ее предвыборной кампании. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Турецкий ультиматум ЕС. Анкара требует от Евросоюза ввести безвизовый режим уже в октябре. В противном случае угрожает срывом договоренностей по сдерживанию беженцев. Об этом и заявил министр иностранных дел Мевлюд Чавишаглоу в интервью немецкому изданию Bild. Он подчеркнул, что Турция, как никакая другая страна, стремилась выполнить все условия для безвизового режима съезд, но в ответ получила лишь угрозы и тотальную блокаду. Я напомню, отношения между Брюсселем и Анкарой резко ухудшились после неудавшегося военного переворота и решения турецких властей ввести смертную казнь. Тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз будут немедленно прекращены, если Анкара действительно решится на такой шаг. Теперь же Турция угрожает срывом договоренностей по беженцам и новым наплывом нелегалов в Европу, в случае если Брюссель все же откажет в отмене виз. Серия кровавых терактов. Более 30 человек стали жертвами терактов в Сирии. Смертник подорвал автобус недалеко от границы с Турцией, возле лагеря для беженцев. Ответственность взяла на себя исламское государство. В самой Турции в результате взрыва возле полицейского участка в городе Дияр-Бакыр погибли 3 человека, среди них ребенок. Еще 25 человек ранены. Машина, начиненная взрывчаткой, взлетела в воздух прямо у входа в полицейское отделение. Ответственность за этот теракт пока никто на себя не взял. Турецкая полиция подозревает в нападении курдских боевиков. Прогремел взрыв и в Афганистане, возле посольства США. Ранение получили двое работников диппредставительства. Злоумышленники прикрепили взрывчатку к машине одного из чиновников. И также никто не взял пока на себя ответственность за эту трагедию. Местные власти не исключают версию покушения на американских дипломатов. Паника на Лазурном берегу в городке Жуан-Лепан, это между Ниццей и Каннами, 45 человек получили ранения. Среди них беременная женщина, она находится в тяжелом состоянии. На Корсике участились стычки между местным населением и арабами. Все подробности этих событий узнаем у Софии Гордиенко. Жуан-Лепан с чистой водой и уютными бухтами место отдыха состоятельных и предпочитающих тишину граждан. В то, что произошло вчера в пол 11 вечера в курортном городке, трудно поверить. До сих пор непонятно, то ли взрыв петарды, то ли турбированный мотор спортивной машины так напугал людей. Когда на центральной авеню Луи Галле раздались звуки, похожие на выстрелы, расслабленные отдыхающие бросились в рассыпную. Кто внутрь кафе, а кто под столы. В результате давки 40 человек получили ушибы и легкие ранения. В тяжелом состоянии беременная женщина. Десятки кафе подсчитывают убытки, перебита посуда, поломана мебель. Полицейские просматривают все записи камер видеонаблюдения в округе, чтобы найти виновника переполоха. Но приступы паники – это не единственное, от чего страдают французы. В стране все чаще происходят конфликты на религиозной почве. На Корсике местные жители возмущены случаем на пляже. Туристы стали фотографировать морской берег. В кадр попали мусульманские женщины в балахонах. Там были наши дети. И вот туристы снимали пляж, в том числе женщину, которая купалась в костюме. Арабы разозлились, пошли за ножами и мачете, вернулись на пляж и стали угрожать нашим детям. Мэр городка теперь запретил на пляжах Буркини костюмы, закрывающие тела мусульманок. Если есть жители, которые так себя ведут, от них надо защищать. Я призываю к спокойствию прежде всего. Жители города даже собрались на стихийный митинг. А корсиканцы по темпераменту североафриканцам не уступают. Поэтому последние предпочли спрятаться. Вообще на Корсике с чужаками, а ими считают не только арабов, но и своих же французов с материка, не церемонятся. Здесь нередко можно увидеть надписи «О нашину», что значит «Мы у себя дома». И это еще самый безобидный слоган. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала «Интер». Почему корейцы массово бреются на лысо и к чему приводят любовные скандалы на Олимпиаде? Об этом не только в нашем обзоре. Пикантный скандал в Олимпийской деревне. Бразильские ныряльщицы рассорились из-за свидания. В ночь перед очередными соревнованиями одна из спортсменок выставила соседку по комнате, чтобы остаться наедине с кавалером из команды бразильских грибцов. После ссоры прыгуньи и синхронистки заняли последнее место в финале прыжков с 10-метровой вышки и решили больше никогда не выступать дуэтом. Майкл Джордан присмотрит за аутистом. 33-летнего фаната Джеффри в футболке с его именем Джордан увидел в Твиттере. Звезду баскетбола видео с фанатом настолько растрогало, что он написал Джеффри мотивирующее письмо и прислал два комплекта формы. А потом еще и позвонил фанату-аутисту и пообещал взять над ним шефство. Более 900 жителей Южной Кореи на центральной площади города Сан-Джу побрили головы в знак протеста против размещения системы противоракетной обороны США в их городе. Местные жители боятся стать мишенью в случае военных действий. Среди протестующих были не только мужчины, но и женщины. Систему ПРО из-за угрозы со стороны Северной Кореи США планируют разместить в Южной Корее уже в 2017 году. Крысиные прыжки. В торговом центре Филиппин грызун продемонстрировал чуть ли не цирковой номер, прыгая вверх по опускавшемуся эскалатору. Крыса уже почти добралась до верхних ступеней, но устала и снова съехала вниз. Однако собравшуюся публику это не разочаровало. Наоборот, упорного акробата радостно приветствовали. В британском графстве Кент во время проведения авиашоу одноместный легкий самолет спикировал в воду, клюнул носом и перевернулся. Все произошло на глазах у тысяч зрителей. Пилот практически не получил травм и его, и аппарат благополучно вытащили на сушу. По мнению экспертов, если бы самолет вовремя не перевернулся, без жертв не обошлось бы. Сексуальные проблемы из-за порнографии. Клубничка 2-3 раза в день для подростка – это чересчур, предупреждают английские психологи. Такие частые просмотры взрослого видео приводят к половой дисфункции. Современная молодежь все чаще страдает от порнозависимости и ее последствий. Наш сайт подробностей ЮЭ и информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok